ну вот сейчас еще одна маленькая штучка это для тех как скажем для заядлых бальчиков у кого есть баня кто любит баню у кого остается всякое много ненужностей проведем маленькие очумелые маленькие очумелые ручки вот это войлочная шапка именно войлочная а не фетровая они очень быстро выходят из строя становятся такими не очень приятными для ношения в баре лезут в нос и так далее мы их используем но очень приятные для тела мы их используем таким образом берем шапочку такую берем все что у нас остается все отходы производства берем апельсин который у нас остался жмых до апельсин берем лимон нарезаем его вместе вместе с кожурочкой там остатки лимонов нарезаем туда же ссыпаем да что у нас осталось есть вино давайте вино остатки вылим есть горчица давайте насыпем горчицы туда задорник а то все высыпем 3-4 чайных ложки столовых ложек далее возьмем меду ложку хорошую смачную ложку меда эту кашу испортить невозможно я повторяюсь это все остатки которые у нас есть и основное значит остатки у нас такие есть это то что остается от баня семная труха листья эвкалипт березы там ну то что остается вот труха та труха которая остается при использовании в бане от веников осыпочки вот берем у нас осталась там какая-то трава трава травку у нас осталось немножко после приготовления ёжку высыпаем сюда остатки этой травки молотой вот мы все сыпали в одну кучу делаем пожестче конгломерат он должен получиться такой почти сухой то есть если не хватает здесь каких-то сухих веществ мы их добавляем меньше жидкости что называется больше сухого такого мы сделали такой конгломерат ничего чтобы самое главное чтоб не ничто не текло нам пока не надо чтоб нам текло да высыпаем очень хороший запах идет берем отсюда накладываем берем вот эту семную труху сено все складываем сюда же в эту шапку плотненько притрамбовываю свиная труха листья все все мелочи все ненужности все ненужности абсолютно такие у нас есть это фракция крупная средняя фракция неважно здесь абсолютно это непосредственно сделали собрали притрамбовали получилось у нас вот такое гнездышко достаточно уютное да вот теперь нам надо взять веревочки взять веревочки аккуратненько собрать так как мы делали мешочки собираем аккуратненько так как мы делали мешочки вот такой хитровый мешочек запах сено идет просто сказка у нас да и по тому же самому по принципу вязания мешков мы его завязываем по принципу вязания мешков мы его завязываем потуже плотнее немного можно просто завязать абсолютно не обязательно именно так можно просто затянуть завязать веревочкой вот сделали наложили такую марочку наложили такую марочку для астраски можем еще подтянуть завязать потому что мы поленили сделать ручку организовывать может для астраски завязать себе и вот получилось у нас вот такая штучка забавная для чего она нужна и как она применяется мы берем два варианта да ну запарить в кипятке это будет жестко потому что у нас там есть фракции текущий мед и так далее да они могут у нас раствориться поэтому мы сверху у нас трава снизу наш комок который мы делали поэтому мы его кверх ногами вот таким образом кладем не полностью то есть мы наливаем сюда горячей воды к примеру в эту чашку наливаем горячей воды и в горячую воду вот так закладываем но я не люблю делать это не в горячей воде а вот люблю это делать в красном вине недорогое красное вино наливаем сюда разогреваем его чуть выше комнатной температуры так чтобы она и оставляем ставим ставим туда вот это такую штучку и заносим это ставим в баню близко к каменке помимо того что мы имеем прекрасный ароматизатор в бане запах стоит просто сказочный потом мы берем это все просто поднимаем отжимаем в остаточек макнули и тут же начинаем как следует растирать это именно надо растирать человек это не пилинг нет это именно хорошее растирание цвет тела получается такой бордовый кровоприлив подменный настроение выше крыши вот такие маленькие чумилые ручки пожалуйста вам попробуйте вам help me вам 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 б вам 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 вам